Цикл полного йоговского дыхания. У вас удобное положение. Вас заставят сидеть с прямой спиной без опыта? Да нет, а почему? Мы можем в какой же сесть, правда? Если у нас прямая спина. Ну конечно, если нам хочется добиться, так скажем, большего самоуважения внутри себя и в большей степени, так скажем, йога практики, что я вот с прямой спиной. Окей, но просто очень часто прямая спина, запоры у женщин, которые не практикуют долго йогу во время беременности, вот этот цикл есть, выражается вот в этом немножко. Да? Вот. Это естественно. Почему? Потому что здесь тяжело и сюда тянет. Поэтому возьмите в себе, облегчите жизнь. Чего вы ее усложняете? Не так сложно, правда? На работу сходи, всем понравится, все успеешь, все сделай, пробку не попадай, не попади. И я тут скажу, ну зачем? Сделать себе проще. Ну вот вы сели, как вам удобно. И сидите и дышите, так чтобы вам было удобно. Если вы себя чувствуете без запора прекрасно, да ради бога. Если вам хочется простимулировать мышцы в корпусе, пожалуйста, без запора, без проблем. То есть можно, конечно же, прекрасным образом класть ладошки на живот и чувствовать это растяжение. Но только не придавайте этого слишком такого сверхъестественного подтекста, что вы как-то будете общаться с высокими и разными. Вот здесь навряд ли это требуется. Здесь требуется скорее умение чувствовать растяжение, возможность. То есть пальцы несут для вас хороший уровень информации с точки зрения тактильного щенка. То, как вы можете растянуть корпус, да? Если вам этого не нужно, вы опускаете просто ладошки там, где вам удобно. Хоть на колени, хоть вперед в дружной полости, да? Давайте мы с вами настроимся. Я буду говорить, вы сами, пожалуйста, сделайте 3-4 глубоких дыхательных цикла, хорошо? Вот. Я буду просто вас сопровождать в этом процессе. Всегда дыхание начинается с полного выдоха. Помните почему? Почему? Чтобы заглотить больше кислорода. Точно! Точно! Вот сейчас он прям вот весь сейчас придет, прям вот конкретному человеку. Весь кислород сейчас придет. Да. Для того, чтобы очистить корпус и захватить больше воздуха, да? Большего пространства. Опускание подбородка вниз, как это в принципе практикуется в обычной практике, может быть. Но учитывайте, если у вас во время беременности пониженное давление. Оно обычно бывает плавное, да? С точки зрения пониженного, большую сюда в сторону. Сильно опускать подбородок вниз, неблагоприятно. Потому что вы будете стимулировать еще большее понижение. У вас может быть очень неприятные ощущения. Не надо. То есть вы просто держите подбородок параллельно. Да? Если у вас все в порядке, и если у вас наоборот повышенное давление, можно попробовать чуть опустить подбородок вниз. Очень сильно не надо. Здесь вот этой вот мощной джаландхарабадхи никто не оценит. Правда. Она здесь не нужна. Да? Вы просто чуть опускаетесь, если вам это удобно. Всегда пришите от слов «мне это удобно». Вот тогда это будет ваша хорошая практика. Не потому что так сказал кто-то, а потому что вам это удобно на самом деле. Самое главное постараться развернуть плечи. Да? Чтобы не было вот этого ощущения. Постараться влюбить корпус настолько, насколько это возможно. Постараться убрать прогиб в поясничном отделе. Как это сделать? Так. Ну вот лучше с другого списать. Потому что сказать беременной женщине на те некто живот, она скажет они и пошли бы куда-нибудь. Вот. Правильно. Нулабан. Да? Когда мы с вами немножечко опускаем кофчик. Вот как бы ни к вам сидеть, чтобы было понятно. Вот у нас прогиб есть поясничный. А здесь мы чуть-чуть уводим кофчик вниз. Да? Вырагиваем поясничный прогиб. Чуть-чуть. При этом не нужно зажимать душные мышцы. То есть вот сильно себя держать не нужно. Опустить. Если это не получается, не надо. То есть если вас это начинает дезориентировать. И вы думаете так, что-то я здесь напрягаю. А это нехорошо. Напрягать здесь, это значит напрягать здесь в первую очередь. Во время беременности женщины не будут думать о каком дыхании. Она скажет вы что? С ума что сошли? Заставили меня напрячь душную полость. Поэтому здесь, если это не получается, просто постарайтесь выровнять себя относительно лопаток и опору. Да? Вот чтобы лопатки у вас были не крыловидные, не кифозные. А выровенные. Вот уже будет нормально. И без перегиба. Пожалуйста, если удобно, можно ладошками себя поддерживать. Да? Если ладошками хочется не поддерживать, а расслабиться, можно сюда. Можно сюда. Как удобно. Значит, мы с вами делаем полный выдох. Не резкий, а глубокий полный выдох. Мы настраиваемся просто на дыхание, которое нас никуда не торопит. Да? И начинаем свой вдох с самого низа брюшной полости. Вот там, где у вас расположен лобковый косточек. Вот оттуда. Начинаете набирать. Вот это очень интересная практика. По мере увеличения живота и по мере увеличения беременности абсолютно по-различному происходят ощущения. Вот. За ними очень интересно наблюдать. Поэтому это дыхание, в том числе, носит такой развивающийся характер. Очень интересно его практиковать в процессе. Вот. Мы с вами набираем полную брюшную полость. Стараемся растягиваться и вперед, и в стороны. За этот же вдох активизируем нижнюю часть грудной клетки, диафрагму. Расширяем мышцы груди. Да? Стараемся растянуть ребра вверх и в стороны. И дотягиваем воздух вот до кончиков ключицы. Вот самой-самой корочки. Как вот на крючочке. Такие маленькие разы. Повесить вдох за ключицы на уцепите. А теперь с выдохом очень мягко начните обратное движение. Либо сверху вниз, либо снизу вверх. Мягко. И старайтесь делать не резкий выдох, как если бы вот шарик сдув и лобом. А мягко и постепенно. Такое вот просто сокращение пространства. И пассивное выведение воздуха наружу. Да? Мягко. Но он не нужен. Да, можно конечно представлять, что брюшная стенка прилегает к позвоночнику. Но вряд ли это получится во время беременности. Здесь желательно просто сокращать внутренние свои ощущения. Да? По степени выполнения позвоночника. Вот дойдите до самого дна. И начните делать ноги. Мягко, плавно, начнется просто двигаться. Всегда помните о том, что каждый вдох – это расширение. Расширение в пространстве придали. Да? И вперед, и в сторону, и назад. Позвоночник у вас не изменен. Работают более мягкие структуры мышечные. Работают внутренние органы. Старайтесь процесс дыхания создавать неизменно. Начало до конца. То есть здесь нет динамики развития. Он пассивно всасывает воздух внутрь и пассивно выдает воздух внутрь. Да? Когда вы дошли до верхушки ключиц, вот чуть-чуть просто проанализируйте эту верхушку и с выдохом начнется движение обратно. Мягкое. Это очень травмирующее сознание практика, да, когда она непривычная. Она начинает сразу нервничать. Начинается зуб такой внутренний. Поэтому, если он вам доставляет беспокойство, начните практику с более коротких отрезков. Просто с брюшного дыхания, которое очень полезно. Которое в первую очередь стимулирует и развивает кровное оболнение в брюшной полости в вам тазу. Очень полезное для нас диафрагмальное дыхание только, да, когда вы стараетесь нижними ребрами расшириться максимально. Со вдохом, а с выдохом сдуть. И ключичное дыхание, которое тоже очень важно, которое дотягивает мышечные структуры до вытянутого состояния. Если вы не довели ключицы до состояния приподнятого на окончании вдоха, то вы немножко не создали тот объем, который требуется легким. Помните, что легкие разворачиваются в максимальном объеме. И чем больше объем, тем больше он развернется. Когда вы делаете выдох, не будьте жесткими. Не старайтесь как руками-нибудь сжимать этот объем. Старайтесь просто вот этот мешочек ваш внутренний наполненный дать возможность выйти воздухом. И остаться таким же полым внутри. То есть та структура, которую вы образовали с вдохом, она чуть уменьшится с выдохом, но останется тоже полой, объемной и широкой сосудом. Ее не надо ни в коем случае сжимать вот такой кусок в голову. То есть здесь дыхание должно происходить свободно и, так скажем, пассивно. Вы мало ли будете управлять своим процессом. Если вы настроитесь на наблюдение этого процесса, можно выбрать за точкой наблюдения различные функции. Можно выбрать свой живот. Прекрасная точка наблюдения. Можно выбрать диафрагму, можно выбрать грудную клетку с точки зрения возможности раскрытия. То есть тот элемент, который позволяет вам создать больший вдох. То есть скомпенсировать недостаток дыхания из-за величайшихся живота. Да? Можно выбрать кончик включить, зверхушек включить. Пожалуйста, то, что вам удобно. Ну, если вы доделываете, заканчиваете дыхательный процесс, я думаю, что здесь, в принципе, по структуре достаточно понятное движение дыхательное. Да? С одной стороны, вот, прекрасно, прекрасно, пошел, кислород пошел. Сейчас побольше. Значит, зевание, такое расслабленное состояние. Это очень хорошо. Это благодаря тому, что вы достигли небольшого уровня перевеса насыщенности кислорода. То есть вы себе сейчас помогли. Да, позевать надо, позевать хорошо. Только есть еще механизм, если вы друг на дружку посмотрите, когда зеваете, есть повторение. Да? Это же другой механизм. Это же не наша тема. Вот. Поэтому здесь, если вы зеваетесь, если вы чувствуете такое вот умиротворенное состояние, да, оно уже впоследствии практикует, когда оно не раздражает. Потому что пранаяма – это сложная вещь. Нужно практиковать после асмы. Да? То есть вы должны быть готовы телесно носить. Вот. Поэтому и есть смысл практиковать более простые способы. То есть отрезать кусочки полного дыхания и практиковать их сначала. Потому что будет более комфортно в этом ощущении. Чтобы вас не нервировало это само состояние. Потому что здесь нервная система работает очень хорошо. Я с вами говорила в самом начале. Ну вот. И если вы будете практиковать подобный тип дыхания в течение дня, да, несколько дыхательных циклов. Может быть один-два раза утром или вечером. Вечером прекрасно. Оходитесь ко сну. После такого дыхания человек очень хорошо откуда-то ко сну. Вот. Вы стабилизируете свой гормональный фон. Почему? Вы заставляете все внутренние структуры растягиваться и оставаться в этом состоянии. То есть все ваши зажимы, мышечные блоки, накопленные где-то выделенные гормоны, они распределяются по организму равномерно. Соответственно общая концентрация вынижается. Да? Соответственно вот этих вот нервозных состояний, медиаторов, которые клетки чувствуют, когда гормоны к ним приходят, уже нет такого. То есть вы сознательно сами простым достаточно способом. Ну простым в кавычках тоже практиковательно. Долго, чтобы дойти до каких-то ну своих определенных ощущений. Но все-таки это достаточно понятный способ. Вы сами сознательно включаете в себя внутреннюю кнопку антистресса, расслабление. Плюс ко всему вы заставляете нервную ткань. Есть такая ткань, нервная ткань. Она очень тонкая, она пропитыватель наше тело. Да? Вы заставляете нервную ткань растягиваться. А растягиваясь, она снимает с себя зажимы. Снимая зажимы, она убирает с себя необходимость вот этого постоянного воздействия на нервные узлы, которые посылают реакцию дальше по нервам и к органам. А если к органу пришел электрический импульс, он должен как-то среагировать. Он может сократиться. Он может как-то себя неловко почувствовать. От этого все болезни. Поэтому если вы растягиваете нервную ткань, вот этот весь сложный механизм пройдя, вы таким образом позволяете себе предотвратить очень серьезный риск развития таких грибозаболеваний. Не просто нету, а любых вегетативных. Да? Это действительно так вот. Механизм простой вот сейчас я рассказала. Очень сложный не буду. Потому что вы запутаетесь, нам это не надо. Да? Будем простыми механизмами определяться. Итак, полноявольское дыхание – это стабилизирующая, гармонизирующая практика. То есть она показана в любой триместре беременности. Она очень хорошо сказывается на любом триместре беременности, в любое состояние. Дальше. Мы с вами берем практику, которая регулирует деятельность головного мозга. Это Надя Шорханова Проноява. Да? Вот. Да? Давайте. Давайте. Пожалуйста. Это тоже первый триместр? Угу. Надя Шорханова Проноява, если мы перейдем из санскрита, это очистка Нати, да? Очистка нервных каналов. Вот. Она относится к прану, в я-я. Мы с вами уже все рассказали. И чем она хороша для первого триместра? Она позволяет урегулировать деятельность головного мозга, то есть восстановить баланс между левым и правым парушарем. То есть, в свою очередь, воздействовать на, сейчас сложное скажу, но вы услышите и запомните, на гипоталамо-гипофизарную систему. Значит, что это такое? Гипоталамо – это главный механизм гормональной регуляции в организме. Гипоталамус – часть мозга, которая продуцирует импульсы для выработки гормонов. Гипофиз – это, с одной стороны, и железа, и тоже часть мозга, которая перенимает от себя сигнал и распространяет дальше по организму. И обратную связь осуществляет, берет от организма гормональные отчеты и посылает в гипоталамус. Вот если нарушена эта взаимосвязь, будут все проблемы, касаемо неправильного развития тела, проблемы с иммунными заболеваниями, проблемы с аутоиммунными заболеваниями, проблемы с возникновением предпосылок к онкологии. Продолжение следует... Продолжение следует...